Девушки отдыхают Новые соцопросы Игорю Дадону, Майе Санду и Павлу Филиппу доверяют больше всего граждан Молдовы. Кто оказался в конце списка, расскажем через несколько минут. Власти договорились, столичный мусор едет в Цинцерены. Местные жители недовольны и вновь угрожают протестами. Бывший министр сельского хозяйства вышел из тени. Сегодня Эдуард Грама явился в суд. Он по-прежнему отрицает свою вину. Слушания затягиваются, обвиняемые жалуются на плохое самочувствие. Рассмотрение уголовного дела о поставке испорченной продукции в детские сады переносится на три месяца. Игорю Дадону, Майе Санду и Павлу Филиппу доверяют больше всего граждан Молдовы. Таковы результаты очередного соцопроса, который провел Центр социологических исследований себе САКСа. Опрос также показал, что если бы в это воскресенье состоялись парламентские выборы, меньше всего голосов набрали бы либералы, демократы и коммунисты. На спонтанный вопрос, кому из политиков вы доверяете больше всего, около четверти респондентов ответили Игорю Дадону. На втором месте лидер ПАС Майя Санду. У нее 8% голосов. Замыкает тройку лидеров премьер Павел Филипп с тремя процентами. Также в рейтинге доверия граждан Андрей Анастасий и Рената Усатый. По данным исследования, около половины опрошенных не доверяют никому. Меньше всего доверия у респондентов к Владимиру Плохотнюкову, Владимиру Воронину, Мариану Лупу и Юрию Лянко. Как говорится в исследовании, если в ближайшее воскресенье пройдут выборы, все шансы попасть в парламент есть у четырех партий. Так, более половины голосов набирает партия социалистов, более 20% у формирования ПАС. А Демократическая партия и Достоинства и Правда набирают поровну по 7% голосов респондентов. Из результатов опроса стало ясно, что в парламент могут не пройти наша партия, ПКРМ, ЕНПМ и партия Юрия Лянко. Участники опроса также указали, за какую партию они не будут голосовать на парламентских выборах. Респонденты не готовы поддерживать ЛП, ДПМ, ПКРМ и ЕНПМ. Лидеры и представители политических партий прокомментировали результаты опроса. Мы не имеем в виду этого дела, мы работаем очень многое, которые хотим, чтобы быть в основном предыдущем государстве. При introduции системы электронного МИКС, инваборизации ДОДОН и по партию, который протежет в continuу ДОДОН и больше, мы должны осуществить даже и большинство Конституциональной. Сонтажи, 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 сонтажи. Исследования проводили специалисты Центра социологических исследований и маркетинга Сибис Акса в период с 20 по 30 июня. В опросе приняли участие более 1160 человек. Погрешность плюс-минус 3%. Двое мужчин, которые накануне пострадали в аварии, все еще в тяжелом состоянии. По словам врачей, у них черепно-мозговые травмы и сильные ушибы. Пострадавшие в реанимации и пока в сознание не приходили, медики не спешат делать прогнозы. ДТП, напомню, произошло в селе Горное Страшенского района. Микроавтобус, в котором ехали мужчины, на полном ходу врезался в грузовик, груженный камнем. По данным полиции, виновен водитель грузовика, который не уступил дорогу автобусу. Следствие по этому делу продолжается. Проблема вывоза столичного мусора, похоже, решена. По крайней мере, это утверждают власти после того, как было решено открыть мусорную свалку в Цинцеренах. Даже если местным жителям и обещали отремонтировать дороги и реализовать ряд инфраструктурных проектов, люди по-прежнему недовольны. Некоторые не исключают, что вновь выйдут на протесты. На открытие свалки столичная примария выделила 40 миллионов леев. Власти обещают отремонтировать в Цинцеренах водоочистную станцию, укрепить дамбу и выплатить местным жителям компенсации. Муниципальные власти обязались платить ежегодно 6 миллионов леев на проведение необходимых работ в Цинцеренах. Среди обещаний также строительство объездной трассы, ремонт дорог, освещение улиц и открытие медицинского центра. Несмотря на это, большинство жителей выступают против открытия свалки. Не знаю, не знаю, если машина. Не знаю, не знаю, что машина, но я не знаю, что машина, но я не знаю, что машина. Так мы стараемся в саду, консилиеры наши, которые должны открыть интересы в саду. Мы думаем, что это был распространен. Для кого? Для авторитетов, которые выше, мы маленькие. Высказались и маленькие жители Цинцерен. Несмотря на недовольство цинцеренцев, местные советники поддержали открытие свалки. По их словам, есть риск, что этот земельный участок национализируют. С критикой в адрес столичной премырии выступил премьер Павел Филипп, но не упустил возможность рассказать журналистам и о своей заслуге в решении мусорного вопроса. Как это было возможно, чтобы начать в таком ситуации? Мы начинаем объяснить все эти вещи, как это было легально, и потом, у меня на диспозиции так много времени, и я думаю, что органы права будут осознавать в продолжение. А вице-примарнистр Грозаву выступил с благодарностями. Я очень благодарна партия премьер Кишиневского решения, что премьер-министр, в том числе, что легислация не приведет к финту атрибуции о губернии проблеме менеджмента дешевых менажеров, а губерния соимпликация на частые процедуры, и не окордают ажиторию нечаса. Столичные отходы будут храниться в Цинцеренах в течение ближайших двух с половиной лет, а свалку рядом с Бубуич закроют. В БЧО и двое несовершеннолетних разворошили мусорную урну. Момент запечатлели камеры видеонаблюдения. Примарк коммуны обнародовал видео, а реакцию полиции узнаем через несколько минут. Экс-министр сельского хозяйства Эдуард Грама предстал перед судом. Бывшего чиновника обвиняют в коррупции. Суд рассматривает дело о попытке присвоения нескольких десятков гектаров земли, которая принадлежала колледжу виноделия. Всего в этом деле фигурирует 10 человек, но ни один из них своей вины не признает. Главные подозреваемые по этому делу экс-министр сельского хозяйства и директор колледжа виноделия. Их обвиняют в активной и пассивной коррупции, а также в подделке официальных документов. В минимальном посадке до 40-30 гектаров для столчинка, которые нам ничего не требуются, нам ничего не дарят станции своих спонсов. Я не требую оказаться лекарствами и саладов. У меня были в основном виноваты привык комитета к уру перепасиве. Директор колледжа виноделия попытался уйти от вопросов журналистов. Но я не требую оказаться лечения, но не позволяю. В итоге директор колледжа согласился на небольшую беседу. Прокурор также воздержался от заявлений. Из материалов уголовного дела известно, что в 2012-2016 годах чиновники при содействии нескольких сотрудников Минсельхоза и колледжа виноделия разработали незаконную схему. Обвиняемые якобы попытались присвоить 38 гектаров земли, принадлежащих колледжу. Как считают прокуроры, подсудимые взяли в аренду участок на 30 лет, а затем попытались его продать. Экс-министра сельского хозяйства задержали в середине марта. Ему грозит до 15 лет заключения. Евгений Шевчук покинул Молдову. Об этом на сегодняшнем заседании парламента сообщил лидер коммуниста Владимир Воронин. Либерал-демократы потребовали пригласить на слушание представителей СИБА в связи с пребыванием бывшего лидера непризнанной ПМР в Кишиневе. Однако депутаты это предложение отклонили. Депутаты от ЛДПМ потребовали пригласить в парламент главу СИБА и вице-премьера по реинтеграции для объяснений в связи с пребыванием Евгения Шевчука в Молдове. По словам либерал-демократов, то, что происходит на левом берегу Днестра, может повлиять на внутреннюю безопасность страны. Предложение ЛДПМ не получило поддержки депутатов. Неделю назад бывший терраспольский лидер Евгений Шевчук сообщил в социальных сетях, что находится в молдавской столице. Так называемый Верховный Совет Приднестровья лишил Шевчука иммунитета. Ему были предъявлены обвинения в контрабанде, в незаконной амнистии заключенных. Несколько дней назад представители Министерства внутренних дел заявили, что им неизвестно, где находится Шевчук. Генеральная прокуратура также уточнила, что на его имя не заведены уголовные дела. Сам Евгений Шевчук пока не выступил с комментарием. Одного из задержанных на борту самолета Кишинев в Стамбул поместили под арест. Он проведет под стражей 20 суток. Сестра Авиадибашира останется на свободе. Судьи отметили, что у нее на попечении несовершеннолетний ребенок. Потому что ты не можешь себя вести, м***я, человек! Да почему? Да потому что! Стой, я здесь! Стой, рот закрой уже! Тупая, м***ь! Стой, м***ь! До сих пор не дошло! А, я дошла! Не дошло до тебя! Не дошло! Она летит! А ты здесь сидишь! Скандал, напомню, произошел в начале этой недели. 42-летний мужчина вместе с сестрой, оба, будучи в нетрезвом состоянии, вели себя агрессивно и нападали на пассажиров и членов экипажа. Чтобы выпроводить бунтарей самолета, потребовалась помощь правоохранителей. Задержанным предъявили обвинения в хулиганстве. Студенты и выпускники молдавских лицеев, которые еще не знают, где продолжить образование, могут подавать заявление в учебные заведения Румынии. Сегодня 18 из них представили свои предложения на ярмарке университетов и постарались убедить молодых людей выбрать учебу именно у них. Радостные, что экзамены по Баку позади, выпускники пришли на аллею классиков узнать, что предлагают румынские вузы. Молодые люди выстроились в очередь к информационному панно. Среди них оказался и этот выпускник лицея. Средний балл на экзаменах у него впечатляющий 9,37. Молодой человек верит, что у него большие шансы попасть на факультет, банки и финансы в Румынии. А этот ученик, хоть и не выпускник, но тоже изучает предложения, чтобы по окончанию лицея быть уверенным в своем выборе. Желающие учиться в Румынии говорят, что расстояние их не пугает. В этом году процедуру зачисления в образовательные учреждения Румынии облегчили. Желающие могут подавать документы по интернету, по почте или предъявить лично. В прошлые годы это можно было сделать в посольствах и консульствах. Ярмарка университетов проходит уже в шестой раз. В Кишиневе она завершится завтра, затем 8 июля в Бельцах и 9 в Кагуле. В этом году Румыния предлагает 2808 мест в вузах, половина из которых на бесплатной основе и еще свыше 3000 в лицеях. В Камуне-Бычуе двое несовершеннолетних разворошили мусорную урну. Момент запечатлили камеры видеонаблюдения. Все произошло на аллее возле общественной библиотеки несколько дней назад, а сегодня примар Камуне представил видео общественности. Видео вызвало гнев многих интернет-пользователей. Двое неизвестных пинают мусорный бак, пока тот не опрокидывается. Инцидент произошел ночью. После того, как кадры появились в прессе и соцсетях, полиция инициировала расследование. Полиция предполагает, что на видео несовершеннолетние, поэтому отвечать за их проделку придется родителям. Они должны будут возместить ущерб. В Венесуэле сторонники действующей власти блокировали здание Национальной Ассамблеи среди пострадавших несколько депутатов и сотрудников парламента. Что стало причиной массовой агрессии и что говорит сам президент страны о случившемся, расскажем совсем скоро. Напряжение в парламенте не утихает даже в минуты молчания. Сегодня исполнилось 68 лет со дня второй волны массовых депортаций в Бессарабии. Депутаты почтили память жертв тех событий, а в ответ лидер коммунистов попросил предоставить минуту молчания в память о тех, кто сегодня покидает Молдову. Субтитры предоставили ЛПМ. Ч Saltz脆 Алексиевск У политика, учитель Х Wise Николай — Реакция главы государства последовала незамедлительно. В социальных сетях Игорь Дадон отметил, цитата, «Очень жаль, что некоторые партии пытаются спекулировать историческими событиями». По мнению президента, некоторые политические лидеры пользуются человеческой болью. 68 лет назад в Бессарабии в ночь с 5 на 6 июля прошла вторая волна массовых депортаций. Итальянские правоохранители задержали двух граждан Молдовы. По данным полиции, они вместе с 10 итальянцами обокрали несколько компаний. Ущерба ценили в 2,5 миллиона евро. Члены группировки действовали в основном в Северной Италии и в Швейцарии. Среди награбленного пистолеты, велосипеды и одежда. Все это из Италии должно было попасть в Швейцарию на продажу. По данным следствия, молдаване выступали в роли организаторов, а также ответственных за перевозку товаров за границу. Дело находится в ведении прокуроров трибунала Милана. Рассмотрение уголовного дела о поставке испорченной продукции в детские сады переносится на почти три месяца. Следующее заседание намечено на конец сентября. Прокурор недоволен тем, что слушания затягиваются, обвиняемы один за другим, жалуются на плохое самочувствие. Первое заседание не состоялось из-за отсутствия одного из экономических агентов. Сегодня по состоянию здоровья в суд не явилась сотрудница управления образования Буюка Наталья Брага. Адвокат, обвиняемый, не предоставил никаких медицинских заключений. Прокурор возмущен тем, что рассмотрение дела откладывается. На сегодняшнем заседании судьи постановили перенести слушание до конца сентября. По словам прокурора, четыре обвиняемых признали вину, однако они не согласны с размером причиненного ущерба. Напомним, в конце прошлого года сотрудники НЦБК задержали 24 человека по делу о махинациях с поставками продуктов питания в школы и детские сады. Среди них несколько чиновников и экономических агентов. В отношении девяти подозреваемых материалы дела были переданы в суд. Им представлены обвинения в пассивной и активной коррупции, а также в превышении должностных полномочий. Расследование продолжается. В Венесуэле сторонники действующей власти блокировали здание Национальной ассамблеи. Большинство мест, в котором принадлежат оппозиции, а затем ворвались в него. В результате нападения пострадали пять депутатов и семь сотрудников парламента. Президент Венесуэлы Николас Мадуро уже осудил нападение и назначил соответствующее расследование. С покрытыми лицами, вооруженные металлическими трубами, палками и камнями, несколько десятков человек проникли на территорию парламента. Они выпустили по зданию петарды и дымовые гранаты, а затем ворвались внутрь. Нападавшие несколько часов удерживали депутатов в плену. Большинству парламентариев понадобилась медицинская помощь. Для восстановления порядка были мобилизованы сотни полицейских и военнослужащих. Правительство обещало расследовать дело, а президент отверг свою причастность к беспорядкам. Соединенные Штаты осудили беспорядки. А ряд стран, среди которых Бразилия и Аргентина, выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Каракасе. Венесуэла переживает самый серьезный экономический и политический кризис за последние десятилетия. Массовые беспорядки проходят каждый день, начиная с апреля этого года. В ходе акции протеста убито не менее 90 человек. Противники президента страны требуют проведения всеобщих выборов. Вкусные блюда, красивые вышиванки, восхитительная музыка, все это обещают организаторы фестиваля Ia Mania. Юлия, яйца гашка и вино неапарат на Холеркани, потому что это произошло 5-й эдиции фестиваля Ia Mania. Потому что все 15 сады в районе Дубасари готовы сказать «Бун Венит!». Что еще интересного будет на фестивале, расскажем совсем скоро. Полтора миллиарда лев упустила Молдова в прошлом году в различных проектах, в том числе и на ремонт дорог. Половина из этой суммы была в качестве грантов. Такие цифры звучали сегодня в парламенте, где депутаты обсуждали отчеты о выполнении бюджета за прошлый год. Из-за ненадлежащего управления средствами Молдова упустила сквозь пальцы полтора миллиарда леев. Деньги, выделенные в том числе и на ремонт дорог. Из остальных 300 миллионов Министерство экономики не получило 48 миллионов, Минюст 12, а остальные 240 миллионов были упущены Министерством строительства и регионального развития. В итоге парламент принял отчеты о выполнении бюджета за прошлый год. Таким образом, в 2016 году доходы составили 29 миллиардов леев, а расходы 32 миллиарда. Лишилась телефона в считанные секунды. Это история 16-летней жительницы столицы. Неизвестный под видом клиента подошел к ларьку, где работала пострадавшая. Выбрав удобный момент, злоумышленник выхватил телефон и бросился на утек. Девушка попыталась догнать грабителя, но безуспешно. Пострадавшая обратилась в полицию. Грабителя удалось распознать по записи с камеры видеонаблюдения. Им оказался 21-летний ранее судимый молодой человек. Ему грозит до 4-х лет лишения свободы. Обрел известность после того, как удостоил Игоря Дадона колкой репликой на пресс-конференции в Москве. Дариан Фросиняну вернулся на несколько дней в Кишинев и говорит, что хотел бы встретиться с главой государства, но желает, чтобы на этот раз он получил точные ответы на вопросы, которые приготовил. Молодой человек сейчас учится на дипломата в одном из самых престижных университетов России. Я хочу прощаться о мой русский очень хороший. Можно о молдавском? Да, потому что, знаете, что ваши дети тоже учатся для тех, где я учил. Да, есть такой. Самый румынский. Хороший лиц? Для соединения с Румынией. Ну, не для соединения. Хороший. Я учил тоже там, мы были коллеги. Это видео облетело весь интернет. Дариан Фросиняну – студент первого курса магистратуры Московского государственного института международных отношений и тот, кто превратил в банальную встречу в запоминающееся событие, которое Игорь Додон до сих пор не прокомментировал. Для нас удивительно, когда студенты действительно серьезно подходят к таким встречам, действительно готовятся и задают действительно важные, нужные вопросы. Это очень здорово. Это то, чего не хватает, на самом деле, в нашем студенческом обществе. В свои 24 Дариан Фросиняну – выпускник двух университетов – английского и французского, специальность «Право». Рассказывает, что учеба во Франции помогла ему развить критическое мышление, а в Великобритании понять, что такое быть правильным человеком. В Москве Дариан учится в магистратуре на международное и европейское право. Мы учим, что-то новое, что-то интересное, активное и тяжелое. В Москве, в Молдове, в Молдове, в том числе, 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 в том числе. Всегда в поисках чего-то нового Дариан может гордиться еще одним достижением. Окончил первый курс магистратуры на отлично. Он всегда в курсе всех политических событий и даже уже составил план повторной встречи с главой государства, если она все же состоится. Увлеченный политикой, международными отношениями и дипломатией, Дариан предпочитает пока проходить практику за границей. Считает, что это поможет ему достичь ошеломительных результатов в будущей карьере. Судьи недовольны поведением Вячеслава Платона. Служители Фемиды говорят, что предприниматель не соблюдает общественный порядок во время слушания и предупреждает, что в следующий раз за подобное его выведут из зала суда и не будут допускать вплоть до окончания рассмотрения дела. Сегодня Платон просил разрешения пообщаться с новыми адвокатами. Вячеслав Платон По одному из них, о хищениях в Бем, его приговорили к 18 годам заключения. Платона также обвиняют в мошенничестве по делу о страховых компаниях, а также в активной коррупции. По словам прокуроров, предприниматель пытался подкупить силовиков из Пантеры, за что ему грозит до 12 лет тюрьмы. Самые красивые вышиванки, вкуснейшие блюда национальной кухни и лучшая музыка молдавских исполнителей. Все это и многое другое ждет посетителей пятого выпуска фестиваля «Ия Мания». Мероприятие пройдет 8 июня на стадионе в Галерканах. В этом году фестиваль пройдет под лозунгом «Гостеприимство». В этом году фестиваля «Ия Мания» «Ия Мания» и любовь граждан к традиционному ремеслу. «Ия Мания» и «Ия Мания» и «Ия Мания». Организаторы подготовили много сюрпризов. Хорошая музыка, вкусные традиционные блюда, развлечения для самых юных посетителей и, конечно, танцы. Но не все так гладко. В этом году организаторы столкнулись с трудностями. У фестиваля нет генерального партнера. Поэтому спонсорами «Ия Мания» станут простые люди и небольшие фирмы. Это приманарный спортивный фестиваль. Но и «Ия Мания» разбудет с «Илфачем» и «Илфачем» с управлением «Ия Мания». Не обойдется без конкурсов. Одним из главных сюрпризов станет кулинарное состязание самых талантливых хозяек Дубосарского района. Под пристальным вниманием зрителей женщины будут печь хлеб и заворачивать голубцы. Кульминацией мероприятия станет большая хора. Сборная Молдовы по футболу поднялась на три строчки в обновленном рейтинге FIFA. По результатам последних матчей, завершившихся в ничью, наша националка набрала 154 очка и закрепилась на 158 позиции. Среди соперников Молдовы в рамках группы «Д» отборочного турнира чемпионата Европы лучше всего обстоят дела у Уэльса. 20 место Ирландия на 29 позиции. Следующий матч Молдовская сборная проведет 2 сентября в Белграде, где встретится с сербами. Раду Албат не смог преодолеть второй круг открытого чемпионата Великобритании по теннису. Лучший теннисист Молдовы уступил американцу Стиву Джонсону, занимающему 31 место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Матч Албат Джонс длился 2 часа 34 минуты. Несмотря на разницу в рейтинге, американцу победа далась нелегко. Первые два сета он выиграл со счетом 6-3-6-3. В третьем победа досталась Албату 6-4. В последнем, самом сложном раунде вперед, вышел Джонсон 6-3. В первом круге Албат в четырех сетах обыграл представителя Аргентины. Раду Албат располагается сейчас на 108 месте в рейтинге ATP. В прошлом году он также участвовал в Уимблдоне, но не смог преодолеть порог второго круга. Нападающий Эвертона Ромелу Лукаку станет игроком Манчестер Юнайтед. МЮ согласовал с мерсесайцами трансфер игрока за 75 миллионов фунтов стерлингов. В связи с этим Юнайтед откажется от варианта с покупкой нападающего Реала Альвара Мораты. Манчестер Юнайтед стремится укрепить атакующую линию в летнее трансферное окно. Ранее манкунянцы предложили Реалу 80 миллионов евро за нападающего Альвара Морату, но получили отказ. Несмотря на это, наставник «Красных дьяволов» не отчаивается и пытается пополнить состав клуба топовыми игроками. Выбор пал на Ромелу Лукаку. Бельгиец уже играл под руководством Мауринио в Челси, в составе которого, впрочем, не закрепился, мало сыграв в основных матчах. За Эвертон Лукаку провел 110 матчей и забил 52 мяча, но отказался продлевать контракт с клубом. До сих пор самым дорогим приобретением МЮ под руководством Мауринио был полузащитник Поль Пагба за 104 миллиона евро. Испанская пресса пишет об еще одном готовящемся трансфере. Игроб мадридского Реала Джеймс Родригес все ближе к переходу в стан вице-чемпиона Франции Парис Инджермена за 70 миллионов евро, где будет ежегодно получать 10 миллионов. За него также боролись Манчестер Юнайтед и Милан. Закоролевский клуб Джеймс Родригес провел 110 матчей и забил 36 мячей. Почти 7 миллионов лайков за сутки собрала фотография, которую звезда мадридского Реала Криштиану Роналду опубликовала в социальных сетях. На семейном фото счастливый отец со всеми своими детьми. Роналду и его старший сын Криштиану-младший держат на руках новорожденных Матео и Еву. Малышей родила суррогатная мать. Португальская пресса пишет, чтобы стать отцом близнецов, Роналду потратил почти 220 тысяч евро. Другие же источники утверждают, что сумма намного выше 12 миллионов. За первого ребенка футболист выложил 11 миллионов. А на сегодня это все. Завтра новый день и совсем другие новости. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова